Привет, киски! Я сегодня... Так, а слушай, а мы, кажется... А я... А бык-то был уже? А, ну бык был. Почему-то меня телепортнуло куда-то сюда. В общем, орлы, я продолжаю свою одиссею. Игру мы точно не пройдём за сегодня. Слушайте, не получится. А стримить я хочу завтра, потому что выходит игра, которую я ждал очень давно, Death Stranding. И вы скажете, ну, Евген, ты в неё играл. Кто-то даже скажет, что дважды играл. Это не считается, ребят. Первый раз сас. Второй раз в глаз. Третий раз в сердце будет. Поэтому... Да, к тому же PS5 возьму в аренду специально для этого. Понимаете? Нормальный человек. У меня есть игра на ПК. По-моему, мне её... Да, слушай, мне её давали. У меня есть игра на PS... Слушай, она у меня есть, по-моему. Ну, PS5-версия, вроде как её, типа, получать отдельно нужно. Но мне сони обещали, сказали, что, типа, братанный боист, с шаурмой пришлём вместе. Или... А, извиняюсь, с чем там японцы? Что японцы едят? Санегири? Аныгири пришлём вместе с Аныгири. В общем, санегири мне пришлём. И сакей ещё будет в комплекте. Блин, хотя, слушай, а по имейлу как они это перешлют? Наверное, никак. Поэтому всего этого не будет. Будет только игра. Не, ну слушай, а чё жадничать? Ну, игру дадут уже хорошо. Проклятый сундук. У, сука, враги. А, вторую, поставьте палец вверх и подпишитесь, кто не подписан. Кстати, я... Я не знаю, стоит ли представляться видео. Просто привык, что меня все всегда знают. Я поэтому никогда не говорю, кто я. Да и вроде название канал, как бы, говорящие. Обязательно, я бы назвал канал, как вот, ну, есть такая мода небольшая, у блогеров особенно, называть канал имя-фамилия. Ну, мне кажется, это кринж какой-то. Мне кажется, ну, мы в интернете какие имя-фамилия. Обязательно, в России бы ещё закон вышел, запретили бы ники и сказать, что всё, ты должен аккаунт свой называть по имени и фамилии. Чтоб все, как бы, знали, что если ты гадости пишешь какие-нибудь, на тебя все могут не подать. Реально, представьте такую ситуацию, что в интернете нужно будет указывать имя и фамилию. Я говорю, кто-нибудь обязательно скажет, всё, я там интернет не могу, я буду заходить с фэка. Реально, представьте, регаешься на ютубе, типа, хочешь зарегать аккаунт, и ютуб говорит, так, вот, паспорт-то, и чтобы имя-фамилия как там. И ты такой, куда я попал? Или это будет только для новых пользователей, а все старые с мутиниками остаться? Лови бимбу! И будет забавно, все сразу будут понять, кто алды, а кто ну вини. Серьезно, это было бы очень смешно? Ладно, это не было бы смешно, это было бы тоталитарно. Красненько. А, бим, я сделал двойник. Знаете, вообще, планировал это вырезать, но, наверное, не буду. Ай, промазал. Ну, вот и сундук Евгену дали. По-моему, я заслужил. Кто не согласен, ну, кто не согласен, это ваша проблема. Нифига, все-таки, сколько их много! Сейчас, дайте я зайду в графику, проверю, у меня всех видно или нет. Я не думаю, что из-за они могут как-то тормозить мне игру, но я даже абсолютно уверен. Маленькие милые существа. О, ковбойская шляпа! Или что это? Широкополая шляпа. Как называется? Ковбой, а, ковбойская, слушай. Так, а вот мне бы цветок как бы завести, чтобы хату открыть. Потому что вроде как это вход в кузницу. Но... Может там? Я проверил, самая важная настройка включена, у меня отображаются все. Так, у нас есть, у нас есть ковбоя. В принципе, у меня этих кристаллов полно. Давайте накупим всем. Божья коровка. Жук. Гриб-горшок. Я накуплю, чтобы на всем хватило на будущее. Птичье гнездо. О, олень, олень у вас, олень. Это что, это секретная какая-то? Что за секретная? А, панама. А почему она секретная, если я ее вижу? Как это работает? Тара. То есть, Таро. Распродано. Лиса. Маск. У-у-у-у. Единорог тоже единственным экземплярис. Есть десятки, но мы не знаем, что это. Тут дофига, слушай. А есть какие-то еще за тысячу? Не, за тысячу нет. То есть, самые элитные у меня уже есть. Так, постойте. Они все в шляпах? Тут же можно посмотреть сверху. Я не посмотрел. Так, надеть шляпы. А-а-а. Добрый, да. Да, слушай, они все в шляпах. То есть, будут еще чуваки. Они сразу в шляпе будут появляться. Дело в шляпе. Нюхай бэ, бро. Так, ну у меня здесь я не смог, так сказать, вздумом. Че? 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 Разобраться. Но. С игрой разобрался. Все-таки справился. Тропа завалена. Но руку с наверняка сможет помочь. А почему он говорит с мужским родом? То есть, я вообще-то за девушку играю. Или она значит, что я мужик. Черт вас, и где? Где камера? Не свести, донатов не будет. О, бык. Ну, Волк, кстати, почему я предыдущую серию назвал, как ее назвал? Потому что Волк, по идее, это бык, который кастрирован. Я не знаю, что там кастрируется. То ли у него писюна нет, то ли яиц под ним. Но что-то у него не работает. Что-то слопано. То есть, это как бы неполноценное живитное. Хотя, как они размножаются тогда. Просто я знаю, что вроде как и шаг есть. Есть осел, а есть и шаг. И там есть и бык, есть Волк. То есть, это вроде как такой гибрид коровы там с чем-то еще. Или быка. Или еще чего-то. Девочек гибрид, который усиленный, по-моему, для пахания. Более спокойный, вроде бы. Идея какая? Он более спокойный, но при этом более сильный. Потому что, ну, сами себе быки вроде как не для пахоты, как бы, ну, приспособлены. Но вот это вид быка, который приспособлен. Если я все правильно говорю. Так. Ай, блин! Суицид! Извините, я не хочу. Я случайно получилось. Я пытался активировать, а... Ну, получилось то, что получилось. Тотмен, хочешь помедитировать? Случайно суицидился. Жиза, да? Нет, слушай, а ты будешь? Как? Как? Почему не работает? Так, слушай, а может, надо вот так сделать? О, я понял. Я подумал, что это для медитации. Поэтому я не разобрался. О, на Винни. Вообще так классно, что я не болею, ребята. Я не болею, я потому что вакцинировался. И... О, я понял, что мы получим. Да. Тебя. Ля какой. Так, ну, это, это, это добро, это добро. Сегодня постараюсь в три серии. Я просто, я бы даже больше трех хотел. То есть дело не в трех сериях, дело в том, что я и больше трех хочу. И плевать, что Ютуб не продвинет. Просто на Ютубе реально есть ограничения, максимум три серии. Больше, ну, больше он не разрешает. Ну, то есть как? Ты можешь, просто Ютуб не будет их уже уведомлять о них подписчиков. Но выпускать можно сколько угодно. Это не запрещает. Так что вот, я бы хотел больше трех серий, но... Ну, вот так сказать, что-то может пойти не так. Так, я не все сделал. Но полы помыл, пока вот та серия готовилась. Предыдущая, которую вы уже посмотрели. Полы, полы вымыты. Я все боялся, что тут пол просто, не знаю, как с папье-маше. То есть он может просто разбухнуть. То есть половицы могут начать вскрываться. Если вы понимаете, о чем я. И это проблема вот этих полы. Вот полы с ламинатом, это боль. Вообще, всякие дорогие напольные покрытия, это боль. Мне кажется, лучше дешево. Нет, ну слушай, они, конечно, красивые. Но, блин, с Леноли в любом-то проблем нет. Да, тут сразу не получится, я помню, да, я знаю. Сейчас, сейчас надо будет, давай, сейчас надо будет в бей делать. А, в бей, ой, блин, ну я... Не, ну а ты что хотел? Ай, да ты задолбался, суицидничай. Ты где? Откуда оно прыгает? Пока это взрывается, я бы нашел. А, все уже. А уже все, 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 все. А мы будем говорить о том, о сём. Я, я думал, не достреляю. А уже все, 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 все. А мы будем говорить о том, о сём. А уже все, все, все. А уже Евген, Ген, Ген, Ген. Да, тут ничего интересного нет. Опа. Опа, у меня немытая попа. Так, слушай. А, а как? А я, я хочу, я, я хочу, что срубить? А, слушай, я понял. Вот оно. Ну я доволен, что все успел. Действительно, чем я недоволен, что у нас на канале я мало активил, то есть мало было нового. То есть почему я одну Кену сейчас снимаю? Я бы сразу снимал что-то ещё и на новельный канал бы снимал. Просто я физически не успею и тут, так сказать, и туда, и сюда. Да, просто я, я, я физически не потяну. И сейчас и то, и то. Дело в том, что я там устаю, а именно по времени. То есть, ну, просто часов в сутках мне не хватит. У меня как бы в этом проблема. А так, я бы хотел больше и на новельный канал. У нас там просто тишь да гладь. И это плохо. Я бы хотел, чтобы там что-то выходило. Просто я не успеваю. Просто я, я вот, ну, не успеваю и всё. Слушай, а тут что-то, тут явно что-то пошло не так. Вот на этот раз не забыл, что нужно делать. Хопа. Видите, а скажите, Евген, мир не следует территорию. И да, здесь не получится, наверное. Можешь так? Не, камням пихуй. Сложно, сложно. Страх одзира. А может быть, если бимбой? Ну, посмотрим. А долго взрывается, кстати. А, постой, кстати, бомбу же можно? Так, понял. Давайте сейчас попробуем бомбу взорвать сами. Я посмотрел, что у меня вроде есть способность. Да, которая взрывает бомбу сама. То есть, всё это время я мог взрывать её сам и не ждать. Всё-таки я уверен. Я чувствую, я знаю. Я просто знаю, как эти игры устроены. Будет третья локация. Обязательно будет третья локация. В которой нужно будет делать что-то ещё. Вот сто процентов, блядь. Иначе, иначе я просто не верю. Не может быть иначе. Так, ну, я вроде всё активировал, а прыгать-то как? У меня всё время здесь проблема, что, окей, я всё сделал. Я сделал. А чё делать дальше? Не, ну, я летать не умею. Как ты хочешь. Может, мы можем место другое занять? Типа вот на эту скалу прыгнуть? Может быть, Сань... О, я... Слушай, я понял. Надо на эту скалу прыгать. Всё, ребят, я разобрался. Нужно вот на эту скалу. Но уже поздно. Всё, падай обратно. Так, вначале вот эту скалу ким. Я просто думал, что они как бы части единого целого. Что это не отдельные штуки. Опа. И сейчас вот... Слушай, а сейчас можно ускоренно сделать. Смотри. О, вот так. Вот так вот. Так, слушай, а как мне... Слушай, а дальше? Нет, слушай. А-а-а-а-а-а-а. Ладно, я рисую. А-а-а! Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-ет! Суицид! Ребят, хотя я... Слушай, суицид это, если ты хотел этого. Я же не хотел. Значит, не суицид. Не, ну а как? А как? А как? Так, у меня идея, как як мож ливо. Я знаю. Вот. Слушай, а может быть с этой стороны? Может быть тут что-то есть и под цветочка. Ах, усюка, вот я тебя, я, ты сли. Все, я тебя сли. Таймер тикает быстрее, таймер тикает, таймер тикает быстрее, намекая, что все, пызда скоро. И зачем я этот цветок активирую? Долком не знаю, что происходит. Вообще, не знаю, не все время здесь видится Япония. Все время какие-то японские стили, намеки. Везде вижу тут Японию. Ничего я не могу с собой сделать. Ля какая. Но, знаете, я терпеть не могу долго проходить игры. Мне кажется, всегда это напрягает, когда игра проходит с долг. Здесь, извините, просто у меня такое немножко обстоятельство, что нужно было заняться хатой. Так вот, ну, с Life and Stretch вы видели, я все сделал максимально быстро. Типа, вот, ну, я и так быстрее, только если бы игра была у меня прям заранее-заранее. Хотя там тоже я немножко, ну, тяну, ладно, я признаю. Но не волнуйся, он с Far Cry. Я очень, кстати, надеюсь, что с Far Cry такого не будет. Я очень заранее пришлют и получится заранее как бы сделать даже версию без комментариев. Для самых извращенных. И какой мы там игра-фильм, допустим. Просто это имеет смысл делать, если это заранее игрок еще. Слушай, каменный хранитель. А-а-а, а че мучаешься? Он же каменный. Вот, смотри, все же просто. Я, кстати, вот не пойму, он своих-то бить может? Вот так-так. Э-э-э-э, щас, щас, кристаллики дедовые. Давай, лови мой бомбастер. Кстати, даже не помню, что такое бомбастер. Лови, лови мей. А-а-а-а, я все-таки попал в тебя. Ты сли. Ты был сли. А-а-а, ты был, чуть не слили. Меня чуть не слили. Я насылаю на тебя порчу веков. А-а-а-а, лови. Что, поймал? Да, че, липкий, да? Не моешься? Ясно, не моился пять лет, стал липким. Двухсторонний скотч. Зовите меня Евгений Двухсторонний. Кстати, а че я взрывал? Что, я могу бахнуть? Ля какой, ля, он летит в меня. И я промоксал. Ну, бывает. Ребята, а вы что, всегда попадаете в цель? Я вот, нет. Не умею я стрелять в твою тёлку, хорошо. Сказал мне мой друг. Ну, потом мне не было другом, конечно. Ладно, я шучу, это из песни. Меломаны знают, откуда эти тексты. О, он делает в био ночной. Орлик мощен. Этот орлик очень силен. Слушай, а как я попаду в ахать? Он меня лупензит. Иди сюда. Слушай, а ведь как получилось добренько. Да, это победа. Добрая победа сейчас была. Сильная. Джиальная победа. Главные джальщики земли победили. Я джальщики стою. Обнаружена реликвия. Молот. А, то есть, смотри, плюс или как-то быстро. Слушай, 15 минут мы это сделали. Прошлого быка мы вафлили очень долго. Вход в сердце деревни. Дальше, дальше только сердце, ребят. Дальше начинается сладкая часть. Ля какая. Ля, водичка проросла. Ура! Я, правда, хз куда моего дракону. Слушай, он разросся. Это теря, это мега дракон. Мне кажется, под конец это будет какая-нибудь мега тварь. Мы просто демона, блин, со стряпами. Я уверен, что в итоге это злодей ему он окажется. То есть, мы в итоге создадим некую злодейскую сущность. Потому что, ну, вот это по-доброму никак не выглядит. Как вам сюжетный поворот для концовки? Типа, мы создадим мега злодея. То есть, абсолютное зло. И нужно будет бороться с этими тленышами, которые были нашими друзьями всю игру. Это было бы очень классно. То есть, это была бы... Ну, ожидаемая для меня концовка, наверное, что многие бы прорали. Я нашла свой инструмент. Они были точно там, где я их оставил. Они нам пригодятся. Слушай, а тут это... это что? А я думал, это верстак. Я думал, что тут можно шапки покупать. А, ты уже... А, тебе больше нечего сказать. Ну ладно, раз... Ну, я уже понял, что ты нашла. Это хорошо. Когда наших землях начались невзгоды, я покинула дом, чтобы добыть припасы. В поисках своих я пересекла море. Адиры осталась дома, чтобы помогать деревне. Осталась? То есть, они подруги-лесбиянки? Или это ее дочь? Я взял с нее слово, что она уедет без меня, если они вернутся. Жизнь в деревне требовалась ее помощи для постройки нового дома. Должно быть ей пришлось нелегко. Ведь она ничего не знала о моей судьбе. Это обидно, конечно. Подруга, я тебя по ней... Нет, на самом деле, нифига я не понимаю, но обидно. Слушай, тут дома как будто что-то есть. Слушай, там... Там какая-то сатана внутри дома. Слушай, надо проникнуть. Нужно совершить нелегальное, противозаконное проникновение в хату. Но как? Но я... Но я хочу срубить. Я хочу срубить. Я ночую. Ярек, я ночую, как срубить! Ярек, я ночую. Хотя, слушай, я чую. Ярек, я понял. Возможно, через вот эту хату можно пройти, но... Но как-то очень сложно, ребят. Некоторые места в игре, кстати, действительно заставляют думать. А думать я не умею. Я вот самое время сейчас сказать, да, Евген, Евген не умеет думать. Ну, очевидно. Первая загадка, все, Евген сломается. Евген уже не знает, как проникнуть. А все, а все уже. Кстати, возможно, у нас скилла нет, чтобы проникать. Знаете, возможно, у нас просто нет навыков подходящих. Тоже знает. То есть, а хотя слуха, я нашел. Вот видите, скажете, Евген и не исследует игру. Евген и не... Просто пробегает ее вообще без интереса. Ему пиху, он просто хочет побыстрее ее пробежать. Ага, конечно. Поэтому я нашел разрушенный дом, в котором можно медитировать. Вот именно поэтому. Лишь бы обидеть Евгена. Все, помедитировали и хватит. А выйти с хаты можно? Как-нибудь, ну, в нормальном спуте. Нет, нельзя. Ладно. Я-то думал, мы двери научимся вышибать. Ну, ладно. В общем, я поехал. Всем пока. О, ребят, вы справились. Молодчаги. А, молодцы. А знаете, что сосут? Молодцы. Молодцы сосут то, что сосут. Чемпионы. Чупачупсики. Ладно. Так, нам нужно вот сюда. Я проникаю в лисий храм. Ну, серьезно, это вот Япония. Потому что их везде котики вот эти лиса. А лиса похожа на котиков. Ну, вы понимаете логику. На самом деле, мне нравится японская эстетика. Вы знаете, даже люди, которые аниме, не все любят. Они все любят японскую эстетику. Вот никто никогда не скажет, что японская эстетика это что-то, это говно. Никто так не скажет. Человек, который скажет, что японская эстетика это вяло, просто ничего не понимает в эстетике. Понимаете, я эстет. Я новый Евгений Панасин. Этот сундук, короче, требует, чтобы ты за минуту убил 15 врагов. И что-то это сложно. Я минут, не знаю, 20 пробовал. Ну, может меньше. Но просто что-то, не знаю, слишком запарно. Я не буду этим заниматься. Знаете, мне кажется, все-таки в игру нужно играть в кайф. А не просто устраивать себе какие-то безумные челленджи, что типа я должен это пройти. Ну, вы знаете, может мне прокачки не хватает. В любом случае, может потом вернемся, сундук откроем. Поэтому я просто против каких-то вот безумных челленджей. Поэтому, кстати, сейчас играю в игры на низкой или минимальной сложности. Ну, какой-то такой. Чтобы получать тут больше удовольствия от игры. И к тому же, если мы будем стримить, а я сейчас не стримлю новинки, я снимаю их на видео. Я решил, что так лучше, потому что так интереснее, чем смотреть, как я там буду, не знаю, сидеть, мучиться по много часов. То есть, я знаю, есть каналы, посвященные этому делу. Максимальной сложности и все такое. Но мне кажется, это реально нужно, ну, как бы самому этого очень хотеть. И именно получать удовольствие от такого процесса превозомогания. А я, когда мы так стримили, получается, очень душные стримы. И все жаловались, что душно, долго, потому что сложность у нас опережена. Видел, как люди проходят моменты в играх по 2-3-5 часов на высокой сложности. То есть, окей, да, можно подготовиться, пройти самому игру на высокой сложности, а потом уже с выработанными тактиками проходить на стриме, допустим. Да, так можно. Но все равно это, ну, в этом нет кайфа, как по мне. Уу, так тоже можно. В этом уже нет удовольствия. И поэтому я какие-то очень сложные моменты обычно либо пропускаю, либо, ну, очень редко. То есть, я реально пытался 20 минут, но я думаю, что, блин, ну, игру-то я хочу пройти. А то, типа, вот так, я починила плитку, и теперь ты сможешь активировать дверь. Мне кажется, это просто такой взрослый подход, что ты не можешь получить все, что хочешь, ты должен выбрать, что, как бы, что важнее. Что для тебя важнее, пройти игру или, там, выбить какую-то награду? Типа, выбор. По блинству, должна быть еще одна ликвия. Куда это ведет? Сердце деревни. Энергия течет из горы и скапливается в пещерном лабиринте под фемерскими угодьями. Мы с Одином нашли способ собирать и направлять эту энергию. Пещеры были неотъемой частью нашей работы. То есть, вы были горняками. В общем, потому что вы были горняками, а не инженерами, то есть, там, копались и... И пытались что-то там откопать. Ладно, давайте попробуем. А давайте я попробую. Хотя, не, я не хочу. Я хочу вот этот мост. Я хочу мост поднять. Мне кажется, что я могу просто что-то упустить случайно, если я не поднимусь наверх. То есть, у меня стойкое ощущение, что наверху будет какой-то подарок для Евгена. Возможно, это подарок на мой ДРчик. Не, ну слушай, подарок какой-то скромный. Мне не нравится. Я ждал, я ждал большего. Если мне это подарят на ДР, я, я, все, я, я удаляю канал тогда. Ля, слушай, а долго? Ммм. Не, время, слушай, время тянули как могли. Ладно. А если так? Ммм. А смысл? А, я, слушай, я, кажется, понимаю. Нужно активировать вот и вот. Пожалуйста, не падай, успей активироваться. Да, это победа. Ну, тут, как я понимаю, больше нет. А, хотя, стой. Не, не, не. Меня не проведешь. Я надеюсь, ворота там не закроются. Я вижу, я вижу, что я тут не был. Вы сто процентов от меня тут что-то пря... А, ты видите, видите, я же сказал. Видите, прячут. От Евгенчика тут спрятали контент. Видите, контент спрятан здесь. Я вижу камень. Эти камень сто процентов куда-то приведут нас, если их поднять. Во, я же говорю. Я же все знаю. Знаю все эти приколы, вот, разравы. Я все знаю. Они думали, видите, они-то думали, что да, меня вот можно провести. А у меня тут медитация сейчас будет. А потом будут говорить, а Евген игры не проходит до конца. Евген пробегает. Ага, конечно. Так вот все игры пробегают. Помедитировали? Ладно. Это похоже на каких-то китайских или индийских островах. То есть по Шри-Ланке, может, или типа того. Расположены вот эти вот такие вот ступенчатые поля. Никогда там не был и не хотел бы побывать. Хотя, хрен знает, может быть, было бы неплохо. Просто я не знаю. Люди почему-то любят сидеть в острова тропические. Мне больше интересно вот Европа, какие-то города, там, страны. Вот это интереснее. Я косяки Азии. Я не знаю, что за люди, вот, еще любят в Азию ездить. Я понимаю, что, типа, ну, интересно. Но в Азии есть, как бы, другие страны, типа, Китай, там. Вот в Китай, я бы, конечно, я бы, конечно, посмотрел в Китай. Китай, 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 там, вот, Япония. Корьё? Корьё. Вот Корьё, это да, это, это вот я бы, конечно, Корьё. Я бы, конечно, Корьё, да. Корьё? Корьё, го? Корьё, го? Или это на понго? В каком-то из этих языков азиатки есть го. Типа, что ты называешь страну, и там го. ХЗ, что это значит, звучит хайпово. Ля, смотри, я проник. Мне кажется, сейчас здесь запрут. Не запирай, я успею! Нет, бля, меня чуть не уби... Нет, меня убило. Это мой, мой страх реализовался. Я всегда знаю, что рано или поздно меня зажмёт в дверях лифта, и мне придётся делать всё заново. Нет! Я не хочу заново! Хотя, слушай, я не знаю, там чё-то есть вообще? Ну, радар, мой гей-радар говорит, что там ничего нет. А, постой, откуда у меня гей-радар? Ну да, зря лазил, видите? Сохранили Евгена. Засейвили, так сказать. Сейвовый вариант прошёл. Хоп-па! Вбей. Ладно, теперь идём по сюжету. Ещё опять. Кто ещё скажет, что не открывал, не искал вообще всё, что в игре есть. Видите, всё, и там были сверху. Мы были везде. Мой постри... Мой постриал из зипа шпел. Сказал я после анестезии. Надо бы ещё, наверное, ещё раз или два сходить ко стомологине, чтобы мне доделали зубы. У меня буквально осталось чуть-чуть там, несколько зубов ели, как повреждённые. Я бы очень хотел, наверное, сходить их и сделать. Я считаю, что это необходимо. Сердце деревни. Ну, хорошо, что не жопа. Лучше уж в сердце попасть. Просто у меня тут прикол не запомнился со школы. Типа, там у нас чел ходил из моего класса. У него штаны были какие-то приспущены. Идёт директор. И он и директор ему говорит, что типа, чел, поправь штаны-то. Типа лицо школы. Я так хотел искать, что он не лицо школы. Он жопа школы. О! Я хотел замедлить падение с замедлением времени. Но тут вода. Зато эффектно было. Просто это было зало, что он идёт, её трусы выглядывают из штанов. И директор говорит, причём директор узнал всех. Причём, ну, почти. Или почти всех, не помню. По именам практически. Как я кузырём ему в голову попал, а? Забавно. Вбей по голове. Ха, вбей! Ха-ха, эй, орлики. Ну, давай. В общем. И он ему говорит, что типа, поправь штаны-то лицо в школу. Это лицо школы. Мне так хотелось сказать, он не лицо, он жопа. Просто очень странно. Просто чел такой был, немножко раздолбайный. Я такой, блин, какое это лицо школы? Ничего, 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 директор. Если у нас директор просто был своеобразный. Ну как, у нас было два директора. У нас как бы был директор, который именно такой директор, типа, по именно развитию школы в том смысле, что там, финансовый типа директор, который именно... Знаете, как... Как это назвать? Ну реально финансовый директор школы. И был чел, который как бы был директор, который вот как в России, но это больше зауч. Ну типа что-то среднее между директором и заучем. У нас это так было. Что у нас был как бы... Как бы главный чел, который именно владелец школы. То есть, именно вот это его школа, он ее строил там на свои деньги. То есть, вот такая тема. И чел, который именно отвечает за образовательную часть, и я там, контакт с учителями. Как бы СО, как в Эпли есть этот Тим Хуюк. Хей. Так же вот у нас был типа такой директор. Слушай, давайте попробуем мега бимбу. Вот эта бимба, по идее, она злая. Вот эта бимба должна джалить сильно. Во, я же сказал. Видите, и въезд и прокачал джаль-бомбу. А! А! Джаль-бомба! Ну! Ха! В сердце! Орлики, вбей! Не могу попасть. У него не появляется желтой фигни. Слушай, как драться с тем, у кого она не растет? Понимаете, у него не растет. Желтая фигня. Ой, еще бимбу можно тусить. Ну, а и это все? А вот уже все, 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 все. Не время говорить о том, о сем. Ну, в целом, получилось довольно-таки неплохо. Я доволен. О, маска! Ля, это маска. Маска Ханна. Доступная шляпа для отщели. О, ну, маска это хорошая. Я люблю маски, кстати. Интересно, были ли люди, которые радовались тому, что наконец-то они могут носить маски на улице? То есть, носить маску на улице раньше, мне кажется, было немножко кринжово. Ну, типа, в Азии в эти маски давно носили, потому что у них зараза там постоянная. Но вот у нас тут только уже во время короны, как бы, ну, маску носить, это, ну, типа, как уже норма стала. То есть, ты в маске, ты нормальный. Если ты без маски, значит, немножко неадекват. Я все время к саму маской схожу, потому что, ну, мне удобно. На улице, кстати, зимой в маске классно ходить, я лицо грею. Всем советую попробовать. Я, такое лицо мерзнет, просто носите маску. И как бы это актуально сейчас. То есть, и снимать, и одевать не надо. Все, как бы, маска всегда при вас. Это удобно. Это просто, это просто удобно. Я ничего не хочу сказать, но это просто, это просто удобно. Так, и все-таки, эм, да, но, но все-таки. Но все-таки лицо школы, да? Но все-таки. Мм, и как? А, я, я все, я понял, ребят. Так, пожалуйста, потерпи. Ну, еще секундочку. Я слышу, тикает очень быстро. Нет! Блять. Я жив, слава богу, хоть что-то. Куда цвет, я перепрыгнул. Куда цветок идет, я не понял, но он просто, ну, вроде как, в никуда. И мы, кстати, мы в нигде, если что. Мы, видите, мы в нигде. Мы на краю карты. Нас не существует. Орлы, я не существую. Понимаете, я ваша выдумка. Вот вы думаете, вы смотрите ютубера Евгения Рус. Меня нет. На самом деле, меня нет. Так, слушай. Угу. Нет, а так не работает, видимо. Просто тут есть некоторые же кристаллы, где ты, типа, вот так делаешь, и они загораются. А, слушай, не работает. Так, тут как-то своеобразно. Поможем. Вот, другое дело. Скорим чем-то напоминает. Я, кстати, думал, может, на PS5 Скорим поиграть. Просто на PS5 должно выпустить переиздание. Если игр не будет, можно с Курим поиграть. Впервые на консолях будет 60 FPS. Но графика та же самая. Понимаете, тот момент, когда... Вот я, на самом деле, новых игр же настолько вот нету, что многие старые переиздают там с Курим, Алан Вейк. То есть, это, конечно, классно, что людей знакомят с новыми играми. Потому что это игры моего детства, так сказать, которые я в детстве обожал и до сих пор обожаю. Просто это странно. Где, когда новинки-то будут? О, смотри, пошла жара. А как мне залезть? Ну, явно не так, на самом деле. И все, а упало обратно. Слушай, не, ну а быть-то как? Я просто не совсем пони... Ладно, давайте я попробую. Я просто не совсем понял, что игра от меня хочет. Так, для чего нужно вот это скинуть? Потому что иначе мы не полетим никуда. Так, попробуем в эту сторону. Я просто... Я серьезно, я не знаю, куда идти. Я думаю, может, в другую сторону можно. Ну, я, видимо, свалился заживо. Обидно? Неприятно? Попытка... Давай, попытка номер пять. А я простил ее, я простил ее. А она опять, опять, опять. Ох, как намаялся я с тобой. Моя попытка номер пять. А я простил ее, я простил ее. А она опять, опять... Слушай, ну это пиздец, а как? Повернуть же? Может, изначально надо повернуть? Наверное, да. Ляс, мы еще могу. То есть я... И слушай, я на вершине мира. Так вопрос там дальше-то куда? Просто мы так очень быстро скатимся. Ой! Да, сук, ты издеваешься? Я прыгну. Вы видели, я коснулся. А игра просто взяла и проигнорила это. Меня вот это бесит, платформа, что иногда ты можешь коснуться чего-то. То есть ты можешь как бы допрыгнуть до нужного места, а игра просто тебе не засчитывает это. Из-за этого меня бесит платформа. Причем бывают моменты, тут как бы оно еще не сложно. А есть платформы, где реально сложно. Где ты там можешь лезть очень долго, и тебя просто не засчитают. Вот смотрите. Вот мы в прошлый раз тоже тот же самый движок не засчитали. Что обидно. Поэтому мне нравится платформа больше, когда персы более цепкие. Как в Ассасине, допустим. Что там очень редко не засчитывается прыжок, да и лазить особо. Ну там лазить проще. А Ассасин платформа в моей мечте. Ля, еще один тлетворник. Ассасин в ковбольчике, шляпе. Как их много. Я не уверен, все лето 40 штук, их надо пересчитывать. Но как минимум они пытаются быть на экране. Сей толпой. Хотя я включил, чтобы реально были все. Серьезно. Я включил, чтобы были все. Но вот игра как-то вот не хочет, что ли. Опаньки. Ну все, дурхалек, ты допрыгался. Я как понимаю, чем больше вот этих... Чем больше у нас тут как бы этих живитных, тем... О, смотри, они... Они сражаются. Чем больше у нас как бы вот этих милых живитных на экране, тем... Тем, собственно, у нас... Да. Тем у нас будет... Не знаю, больше силы. И тем больше будет наш дракон. У нас, кстати, здоровья еще очень много. То есть я прям... Я уже мега бык. Ну больше половины игры прошли, чтобы вы понимали. Это даже не половина игры сейчас. Это уже процентов 70. Я могу ошибаться. Ну примерно так. А я тебя нашел. Ты что, прячешься? Стелс решил? Да? Ты хидел Кодзима, блин. Ну Кодзима пробовал симулятор всего делать. Если так подумать. Он делал симулятор стелса. Симулятор предательства. Симулятор... Да симулятор всего. Симулятор ходьбы вот из последнего. Я жду, кстати, новую игру. Хаджимбе. Еще симулятор хоррора бы сделать. Я бы симулятор хоррора хотел. О, ты пожиратель тлена. Слушай, а... Слушай, эти твари, то есть они едят, да? Ты смотри. Я им пол здоровья снес. Нифига себе мы... Мы... Слушай, мы и бимбы просто, просто молодцы. Что-то это... Это было очень сильно. Ай! Сюк! Давай. О-о-о! Киноматографичная стрела. Слушай, а он какой-то очень слабый, что ли? Или это бимба взорвалась? Ай! Вбей! Рыцари были сильнее. То есть это прям вообще фигня какая-то. Как по мне. Вот это реально фигня. Вбей! Идеально. Даже слишком легко. То есть это если что был босс. Я, как бы, я, конечно, я скажу правду. Я играю не на максимальной сложности. Ох, да. Сложность не максимальная. Но даже на не максимальной сложности боссы, как по мне, должны быть. Ну, хотя опять же я прокачанный, то есть. Я не жалуюсь. Я всегда могу поднять сложности. Но я думаю на... Даже на... Там предвысокой сложности враги, скорее всего, пожестче. Но тем не менее, мне кажется... Ну, хотя, слушай, не знаю. Я же выбрал сложность такая, чтобы сюжет был. И комфортно играть. Я не буду скрывать. Я, как бы, я немножко стесняюсь этого. Но я реально не выбирал высокую сложность. Мне хотелось сюжетку. Как бы, я не буду скрывать. Я не буду этого стесняться. Потому что не надо стесняться. Слушай, а что-то... Что не так? Может быть, надо бомбануть? Может, надо сделать чики-бомбони? Знаете, как чики-бомбони или чики-бомбони? Как я понимаю, мне нужно ставить некую фигуру. Только вот какую фигуру она хочет, я, кстати, не знаю. Как понять? Оно, может, как-то просигнализирует мне? Типа скажет, что фигура готова. А, во, смотри, что-то получается. О! Я понял. То есть, ты как бы сам понимаешь. Я просто думал, мало ли, надо найти какую-нибудь фреску. Какую-нибудь египетскую фреску. И там будет что-то написано. Тогда давайте постреляем. О, так, так, так. Что-то есть. Что-то, что-то происходит. Да, рогач. Во, рогач собрался. Да, рогач, парень танцевач вышел на дискач. Пошло дело. О, добро потекло по венам. Ребят, не надо. Это моя платформа. Ребят, найдите себе свою. О, сука. Вот нифига ты бы, конечно. О, быстрое натягивание. Нифига мне открыто. Видимо, за количество убийств. Так, я не понял. Это что, у нас остановка? Что за остановка? Эй, 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 тихо. Запускайся обратно. То есть, дальше. Стрелу, надевай, вбей. И еще раз вбей. Стрелу, и нет. Ай, сука, заново, что ли? Я не виноват, что у меня кончились стрелы. Как в последний раз, бич. О, ребята радуются, что да, мы прошли. Хоть кто-то за тебя радует. Слушай, так приятно. Вот ты играешь, и за тебя кто-то радуется. Эти ребята кайфовее, чем мои подписчики. Ладно, я шучу, ребят, я вас люблю. Вообще, я вас очень ценю. Я это редко говорю, но спасибо вам, что вы есть. Просто, мне кажется, как часто говоришь, что ты любишь своих подписчиков, и это начинает звучать очень. Возможно, это звучит как-то нечестно. Это знаете, как ютуберы постоянно про каждую игру говорят, что я ждал эту игру. И я такой смотрю, ты ты каждую игру так говоришь. Поэтому я говорю честно, я не ждал эту игру. Я даже не знал, что она существует. Но мне друг ее скинул, сказал, что с моей игрой вроде нормально. Я такой, а, ну вообще, слушай, вообще, да. С Кеной так, я вообще не знал, что Кен... Ну, типа, я к краям глаза какую-то Кену видел, но вообще ее не запомнил. У меня просто вдруг прям одержим был этой Кеной. Прям ждал ее, ждал. Когда же выйдет. Надеялся, что ему дадут ее заранее поиграть. И я был такой, блин. И я тоже, ну, как бы подумал, что, блин, друг у меня обычно не ошибается с играми. И вот, как бы, здесь друг тоже не ошибся. Вот что значит, что у вас вкусы в играх примерно одинаковы с другом. Видите, ошиб... Моему другу игр... Мой друг ждал игру. Ошибки быть не могло. Шедевр был найден. Лови бимбо! А, все уже. Ну что же, храм я... О, нет! Я даю тебе сказать, что все, что храм, кажется, уже все. А где мы? Ну я где... Слушай, я уже в горе, блин, лазаю. Я, то есть, я уже практически, слушай, мы в храм, может, уже сейчас в горный храм пройдем, честно, случайно. По этим горным казематам. Ну мне больше на природе нравилось. Здесь как-то скучновато. У меня это... Мне вот этот момент из игры сейчас нападает лару кровь. Вот это все, там, лазение. Всяких подпольных местах. Не очень люблю все это. Правда, ну, слушай, наверное, чтобы влезть в гору, нужно что-то другое. А не лазение по... Так, слушай, я думал, там пол. А тут игра пола-то лава. Ну ладно. Серия, вот, опять будет длинная, но тут понимаешь, друхалек, куда деваться? Все равно после этого, не знаю, пойду там... Ну, в общем, я там, я там пай. Слушай, а, а, вот, вот, нормально. Так, слушай, что-то, что-то должно случиться, потому что, а как мне вернуться? Слушай, я чувствую, мне надо вернуться. О, повезло, 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 деду. Повезло, повезло. Так, идем за второй. Повезло, повезло. Пенсии, пенсии, конечно, в этом году везучие. Так, ну нормально? Слушай, пока, да. А ты открываться будешь? Я твоих друхалей, как бы уже все. А, стой, вода нормальная стала. О, вода вообще ушла. Ну, значит, и мы спускаемся. Так, ну что, война начинается, да? Лови, бимбо. Ха-ха, ФБ, Орли. Как прикольно, слушай, ты видишь, заметные съемки, буквально внутренность этого засванца. Да, еще одна победа, как... Нет, классно, мне нравится. Ха, ФБ. Еще кто-то будет? Эээ, я тебя фиксирую. Да дым еще такой классный, слушай. Почему игра такая классная? Почему она такая? А, фиг, я тебя запломбировал, все. Ты, то бей все, то бей въезд, в руину, закрыт. То ты пломбируешь. Ха, бей. Я такой быструю бимбу ему кинул. А, кстати, на его вообще взрывы эти влияют? А, хрен, хай. Лови бимбу. Ах, не попал. Ну ладно, давай. Ах ты, ах ты, сюка, лови. А, он отправил ее обратно в меня. Что, так можно, что ли, было? Нелегальщик, лови. Что ты, ты издеваешься? Ее нужно сразу взрывать. Вот эту бимбу. Он сам бимбу в меня отправляет. Ладно, давай так. Хочешь по-твоему, да? По-твоему. Сюка. И давайте улучшение. Я хочу вот, наверное, это вкачать. Придите, мощный атак нужен, чтобы нанести огромный урон. Вот огромный урон не хватает где-то. Понимаете, уже все в игре открыл, а урона мало. То враги как-то не с одного удара убиваются. Знаете, надоело. Вот хочется, чтобы прям с одного удара и по жесткому. А, тут все уже. Орлы. Так, ну тут и какая все исследовала. Орлы. Мы проникаем в святая святых. В бункер. Гитлер. Осуждаю. В бункер. В бункер. Да. Я, кстати, осуждаю. Я, кстати, осуждаю Гитлова. Я считаю, что он плохо поступал. Не должен был так делать. Хорошо, что он застрелился. Так. Да. А как я... А, вот так, наверное. Я же говорю, у нас полное прохождение. Сейчас не надо. Вот сейчас не надо. У нас полное прохождение. Сто процентов. А это что? Еще больше взломных камней. Взломных камней. Только огромный силу мограют разовать. О, огромная сила. То есть босс. Огромная сила. Это босс игры. То есть босс этого уровня. То есть финальный. Мы придем и как бы уже финал очка откроется. Слушай, а дальше что? О, нашел. Это секретный проход. Хотя, может быть, и нет. Да, кажется, слушай, кажется мне жопа. О, воспоминания. Воспоминания. Надо одеть маску. Адира, хватит. Мы многих потеряли. Деревня еще может выжить. А у меня нога чешется. Хана погибла в глубине души. Ты сама это знаешь. То есть не кого-то спасали? Иди со мной. Можем почтить ее вместе со всеми остальными. То есть, видимо, они, может быть, они сами это создали. Я не знаю, какими силами. Но типа сами создали. Потому что сделали что-то не так. Ну, знаете, ошиблись. Мне кажется, здесь будет... А, нет, слушай, не он. Я думал, что здесь будет новая штучка для Юггера. Я всем ее заряжаю зачем-то вот чуваками. Я не знаю зачем. Просто у меня уже привычка выработалась сжать на дополнительную кнопку. Кстати, серия получается какая-то очень длинная. И ее рендерить тяжело. И Ютуб может начать ругаться. Я прям, я, кстати, серьезно говорю. Я не выдумываю. Насчет того, что Ютуб ругается. И там, ее рендерить тяжело. Просто вдруг кто-то думает, что есть какой-то скрытый смысл в этом. Нет. Все на самом деле так вот. Просто, просто... Чем длиннейше серия, тем больше с ней проблем. Чем короче, тем меньше. Потому что, Орлики, вбей, видимся в следующей серии. И она выйдет тоже сегодня. А заранее сниму сразу две. А потом мы уже... Там я посмотрю. Если успею еще, значит будет еще. Орлики, вбей. Всем пока. До следующих серий. Да? Пока.